Детская и юношеская передача С вашей помощью будем находить интересных героев, снимать о них видеосюжеты, будем рассказывать о ребятах нашего города и заглядывать в любопытные места. А еще передача «Наше время» — это множество интересных конкурсов. Итоги первого конкурса мы уже готовы подвести в этом выпуске. Зима — замечательное время для игр на свежем воздухе, а поэтому мы подумали, а неплохо было бы запечатлеть на фотографиях радостные мгновения, которые дарит нам эта пора. Ученикам шестой школы, в которой мы сами учимся, было предложено поучаствовать в конкурсе фотографий «Эх, прокачусь». На снимках предлагалось запечатлеть катание на горках, на коньках, в общем, любые зимние развлечения. Ученики с удовольствием приняли участие в нашем конкурсе, о чем говорит множество присланных работ. Посмотрите сами. Субтитры подогнал «Симон» Всей нашей редакцией мы рассматривали фотографии, но определить победителя мы попросили профессиональных фотографов. Это генеральный директор Видновской дирекции киносети Владимир Степанович Меньшов и его коллега Георгий Митрофанович Абраменко. Георгий Митрофанович, мы с тобой посмотрели фотографии, которые прислали нам учащиеся школ города Видное на конкурс «Эх, прокачусь». Ну, из всех фотографий мы отобрали две фотографии. Вот, кажется, эта фотография заслуживает внимания, как бы лучше. И вот эта вот фотография. Вот покажите их зрителям, эти фотографии. Вот здесь, в этих фотографиях, как раз красноречиво, они отвечают на тему конкурса «Эх, прокачусь». Это русская зима, здесь виден русский задор, раздолье, будем говорить. Вот эта вот вся непредсказуемость России сказана в этих фотографиях. Вот поэтому мы и отнеслись к ним, что они как бы и являются у нас победителями. Я понимаю, что это может быть первый раз, но работа, которую вы будете присылать, мы будем внимательно рассматривать, смотреть и будем высказывать свое мнение. Я так думаю, что больших вам творческих успехов, ребята. Всецело поддерживаю то, что сказал Владимир Степанович. Действительно, великолепные фотографии. Великолепно отражают нашу русскую зиму. Но самое главное, что такие конкурсы у нас в городе Видно и в районе начались. Мне кажется, эти конкурсы надо продолжать по различным тематикам и вовлекать как можно больше детей. Делать выставки, мне кажется, это для населения города, который, на мой взгляд, тяготеет уже к искусству фотографии, будет очень интересно. Мы встретились с победительницей конкурса фотографий «Эх, прокачусь» Ольгой Красновой. Ольга, привет! Привет! Ольга, расскажи нам о себе. Ну, я учусь в 10 классе 6 школы в городе Видно. Я очень давно занимаюсь фотографией, ну и люблю фотографировать. Я начала фотографировать еще с 10 лет. Оля, а ты нам прислала множество фотографий на этот конкурс. Вот скажи нам, а эти фотографии у тебя получились случайно или ты специально пыталась их заснять? Ну, они получились случайно. Я, когда ходила с друзьями гулять, увидела, как замечательно катаются дети и решила запечатлеть этот момент. А мы объявляем новый конкурс. Зима – это то время года, которое очень любили и любят поэты описывать в своих стихотворениях. Если вы в душе поэт, присылайте к нам в редакцию свои стихотворения о зиме. Мы оценим по достоинству творчества каждого. А еще его ждет приз. Мы пригласим его к нам в студию и покажем сюжет о нем. Не теряйте времени, сочиняйте, творите и присылайте свои стихотворения к нам на электронную почту. Ее адрес вы видите внизу экрана. И не забывайте указывать свое имя, фамилию, номер телефона и школу. Ждем ваших стихотворений до 20 февраля. Торопитесь! Видеосюжет, который мы сейчас хотим предложить вашему вниманию, тоже отражает всю прелесть зимней поры. Корреспонденты передачи «Наше время» побывали около кинотеатра «Искра». Там они увидели десятки юных видновчан, которые вовсю наслаждаются зимой. Смотрите сюжет и радуйтесь вместе с нами. А вдруг вы увидите в нем себя? На землю ложится веселый снежок, во мне копошится веселый снежок. Щекочет мне щеки и губы смешит, веселые строки услышать спешит. Хи-хи, ха-ха, хи-хи, ха-ха, смешней не бывает на свете стиха. Хи-хи, ха-ха, хи-хи, ха-ха, смешней не бывает на свете стиха. Хи-хи, ха-ха, хи-хи, ха-ха, смешней не бывает на свете стиха. Хи-хи, ха-ха, хи-хи, ха-ха, смешней не бывает на свете стиха. Губами снежинку ловлю на лету, снежинка смешинкою стала во рту. Щекочет мне щеки и губы смешит, веселые строки услышать спешит. Хи-хи, ха-ха, хи-хи, ха-ха, смешней не бывает на свете стиха. Хи-хи, ха-ха, хи-хи, ха-ха, смешней не бывает на свете стиха. Но зима – это не только веселье и радость, это еще повышенное внимание на дорогах. Гололед и другие опасности ожидают пешеходов нашего города. О том, как не попасть в беду, расскажет наша рубрика «Мини-пешеход». Ребят, наше очередное сегодняшнее собрание, заседание посвящено повтору знаков дорожного движения. Давайте вспомним типы знаков, которые мы с вами изучили. В сентябре прошлого года состав юных инспекторов движения в школе номер 6 обновился. На смену выросшим ребятам пришли четвероклассники. Сегодня они уже различают дорожные знаки, могут ответить на многие вопросы по правилам безопасности на дороге. Пожалуйста, вот этот знак. Где встречается, что он означает и как должны вести себя участники дорожного движения в зоне действия этого знака? Этот знак – пешеходный переход. Народ его называет «зебра». Где вешается данный знак? Где можно переходить улицу. Ребята говорят, что форма юного инспектора движения не только красива, но и ко многому обязывает. Мне кажется, что я как бы стал частью органов. Внутренних дел? Да. Я стал внимательно переходить дорогу, обращать внимание, когда едем с мамой на знаки. Даже предупреждаю, чтобы сбавляла скорость. Иногда. Кажется, что ты сам стал милиционером. И если выйдешь на улицу, можно взять джазл и остановить все машины. Чувствую, что как бы уже похож на милиционера. Я стала внимательнее переходить дорогу, обращать внимание на знаки. Дима Цепеликов в команде юидовцев 6-й школы «Новичок». Первое занятие ему понравилось. И он уверен, что придет в класс безопасности дорожного движения еще не раз. Половину знаков я знал. Половину нет. Ту половину, которую я знал, мне рассказали, что родители, что я у тети спрашивала, когда в машине ехали все вместе. И я спрашивала, например, что это за знак. И так вот выучил очень много знаков. Мне кажется, дети нарушают, просто потому что не знают знаков. А взрослые тоже нарушают, просто потому что они торопятся когда-нибудь. Или просто не замечают этих знаков. За время обучения ребята узнали много интересного и полезного. Успели поучаствовать в конкурсах. И сейчас юидовцы готовятся к слету инспектора дорожного движения, который покажет, насколько они сильны в знаниях правил безопасности на улицах города. Отдача есть, конечно. Потому что когда идет изучение материала, то есть не просто только я им что задаю, они делятся какими-то впечатлениями, они, естественно, высказывают свое мнение. То есть польза есть. И потом, ну, конечно же, действительно говорят о том, что родителей мы поправляем, да, то есть уже начинаем сами следить за соблюдением правил. Ну, и, может быть, сами где-то становятся более внимательными, более собранными. Одна из главных задач в работе юидовцев – просвещение. Мало того, что они сами постигают все грани работы инспектора дорожного движения, они еще и приходят к ребятам, таким же, как сами. Рассказывают и наглядно показывают, как сделать свое пребывание на улице безопасным. Смотрите, вы на нас. Мы, ребята, просто класс. Что за знак такой висит? Стоп, машина ввели. Пешеход, идите смело по дорожкам черно-белым. Почему машины встали? Почему проезд закрыт? Всю дорогу разломали, даже тротуар разрыли. Добавляет всем заботу знак дорожной работы. Там, где строится район, школа, дом или стадион. Я думаю, что дети, которые мы показываем, они должны понимать, что нельзя нарушать правила дорожного движения. Четвертый класс рассказывали о дорожном движении, чтобы не нарушали мы законы дорожного движения. Мама с папой с тобой разговаривают о том, что нужно правила соблюдать. Расскажи, как? Ну да, они вот спрашивают меня, что за знаки, я им отвечаю. А если я не знаю, я их учу с родителями. И еще, если я не знаю, как переходить дорогу, я тоже спрашиваю, как. Еще у меня такая книга, в которой есть знаки, я их учу. Соблюдайте правила дорожного движения. Ребята-юридовцы есть и в других школах. О том, какую работу проводят они, мы будем рассказывать в наших следующих передачах. А у ребят из шестой школы появились вопросы, на которые мы попросили ответить государственного инспектора ГИБДД, старшего лейтенанта полиции Ирину Валентиновну Чекмареву. Здравствуйте, меня зовут Марина Довгаль. Меня интересует вопрос, когда в России появились правила дорожного движения? Первый документ о правилах дорожного движения появился 3 января 1683 года. Он говорил о том, что нельзя ездить быстро и запрещал быструю езду во избежание наезда на пешеходов. Данный указ приняли наши известные цари Романовы. За нарушение данного указа таких вот водителей, которые быстро ездили, наказывали розгами и еще плюс 7 дней ареста было. Меня зовут Алена Довгаль. Я прочитала в одной книжке о циклистах. Кто такие циклисты? В 80-х годах 19 века в России появились циклисты, то есть велосипедисты. Данные граждане с большой скоростью передвигались по улицам города и тем самым мешали пешеходам, совершая иногда наезды на них, и пугали лошадей. Поэтому также приняли распоряжение внутреннее о том, что по центральным городам нельзя было ездить с 7 до 9 часов вечера данным циклистам. Здравствуйте! Меня зовут Максим. И мне хотелось бы задать вопрос. Когда в России появился первый автомобиль? Первый автомобиль в России появился в 1891 году. Он был привезен из Франции. И такой автомобиль у нас появился в Одессе. Ребята, если у вас тоже появились вопросы, посылайте их к нам на электронную почту. Ее адрес вы видите внизу экрана. Но не забывайте указывать свое имя, фамилию, школу и номер телефона. Но это еще не все. Скорее берите в руки ручки и листочки и записывайте вопросы нашей викторины. Первый, правильно приславший все ответы на вопросы, получит специальный приз. Ответы присылайте к нам на электронную почту до 20 февраля. Ее адрес вы видите внизу экрана. Итак, внимание на экран! Ребята, расскажите, пожалуйста, где и когда появился первый светофор? Как поступить пешеходу, если он не успел перейти проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора? Ребята, а теперь попробуйте угадать загадку. Не летает, не жужжит, жук по улице бежит. И горят в глазах жука два блестящих огонька. Еще раз напоминаю вам, чтобы ответы вы присылали на нашу электронную почту. Ее адрес вы видите внизу экрана. Не забывайте указывать адрес, имя, фамилию и школу, в которой вы учитесь. Торопитесь! Дорогие ребята, к вашей радости, около кинотеатра «Искра» открылась еще одна ледяная горка. Поэтому вы спешите на эту горку и иногда забывайте про правила дорожного движения. Давайте еще раз напомним, как нужно себя вести безопасно на улице. Перед тем, как подойти к проезжей части, нужно остановиться. Посмотреть сначала налево, потому что первая опасность у нас с правой стороны. Посмотреть направо, убедиться в безопасности. И еще раз налево, потому что, опять же говорю, у нас правостороннее движение, и первая опасность у нас с левой стороны. Когда вы увидели, что машины все остановились, водители вас пропускают, вы можете спокойно перейти через проезжую часть. Даже если вы переходите проезжую часть на светофоре, когда загорелся зеленый сигнал светофора, дайте немножко поработать этому зеленому огоньку. Для чего? Для того, чтобы пропустить наших водителей, спешащих иногда, которые забывают пропустить пешехода. Вечером, ребята, темнеет. Мы с вами становимся незаметными на проезжей части. Поэтому мы вам рекомендуем. У нас есть здесь такие помощники наши, фликеры. Они обладают кошачьим глазом, так называемым. В темноте, когда попадает свет фар на данные фликеры, они светятся в темноте. И мы с вами видим и становимся на проезжей части. Поэтому желаем вам на одежде вот такие фликеры носить. А приобрести их можно в организации, называется такая «Зарница». Это для наших родителей информация. Дорогие ребята, мы желаем вам безопасных дорог и зеленого света на дорогах нашего города. Вик, как ты думаешь, сотворить себя – это возможно? Я думаю, возможно, но не очень просто. Артему Клюквину, герою нашего следующего сюжета, это удается. Артем действительно интересный человек. О том, к чему он стремится, выяснил наш корреспондент Евгения Васильева. Артем – один из тех людей, у которых мыслительный процесс не заканчивается вообще. Но все-таки мы попросили у него, чтобы он уделил нам немножко времени. Привет, Артем. Привет. Артем, скажи, пожалуйста, какие качества твоего характера тебе помогают в жизни? Для меня самое главное качество – это терпеливость. Потому что еще Нильс Борг говорил, что специалист – это человек, который совершил все возможные ошибки в узкоограниченной области. Поэтому, если ты терпелив, ты способен научиться чему угодно за ограниченное количество времени. Давай с тобой вернемся в детство. Ставил ли ты уже тогда перед собой приоритеты? То есть, чего ты хочешь добиться в жизни? Мой папа был инженером, и с раннего детства он приучал меня к научному техническому прогрессу и физике. И поэтому с самого раннего детства я решил, что моя будущая профессия будет инженерия. Ясно. А есть ли в твоей жизни кумир, то есть человек, который, по твоему мнению, идеален? Я считаю, что идеальный человек должен подчинять свои личные желания, желаниям профессиональным, то есть какой-то одной цели, которая и составляет смысл его жизни. В этом смысле очень близкими к идеалу для меня были Альберт Энштейн и Макс Планк, которые в погоне за знанием произвели настоящую революцию в физике, заменив понятие непрерывности, понятие дискретности и отвергнув абсолютность пространства и времени. Артем, а существует ли в твоей жизни график? Да, конечно. У меня довольно плотный график. И фактически у меня есть только два дня, когда я могу выделить какое-то время для себя. Но даже в это время мне не очень нравится играть в игры и тому подобное. Я предпочитаю учить что-то новое. Интересно для меня. Какими своими достижениями в жизни ты гордишься больше всего? Ну, во-первых, это мое главное спортивное достижение, то, что я стал кандидатом мастера спорта по карате. Ну и вот сейчас, у меня, правда, все впереди, выход на финал в Советской Олимпиаде Росатома в МИФИ, что, возможно, определит мое поступление в этот университет. Не посещали ли тебя мысли, к примеру, что вот если бы я выбрал другую дорогу в своей жизни, то я бы стал совершенно другим человеком? Не, ну, конечно, мне интересно, что было бы, узнать, что было бы, если бы я стал гуманитарием или ударился бы в искусство. Но мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь, и я не жалею о своем выборе. Наша передача, как маленький ребенок. Много труда и сил нужно вложить, чтобы она стала интересней. Но мы надеемся, что вы, наши телезрители, поможете сделать эту передачу намного интересней. Присылайте письма, предлагайте свои идеи. В своих письмах вы можете рассказывать о увлечениях и интересах, и о увлечениях и интересах своих друзей. Станьте героями нашей передачи! Ну а сегодня на этом все. С вами были Катя и Мика. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...